Прожили с мужем двадцать лет, потом у него случилась большая частая любовь. Кому случилось? У вас? Я знала все подробности, мемуары почитала. Его меня разорвало на белые кусочки. Конечно, благодаря вашим лепестям. Это я, как рецепт актрисы, садала. Давай ты сразу выводы делай. Выводы какие? Я не любила, я его не уважала. Нет, нет, стоп, стоп, стоп. Все не положено. Выводы такие. Ни дети, ни бизнес, ни квартира, ни родственники, ни хорошее отношение, ни любовь ваша не является защитой от того, что близкий человек просит. Защитой является только совесть. Вот когда человек занимается духовной практикой, у него есть совесть. Он не бросает, ну, потому что совесть. Ну, когда занимается духовной практикой, я не знаю, насколько успешно идей нет. Ну, успешно или нет, можно определить, потому что произошло. Потому что все люди ошибаются, все люди ругаются, все люди обижаются. Потому что у всех есть желание. Мы вчера об этих желания говорили. То есть все люди причиняют друг другу беспокойство. Это неизбежный фактор совместной жизни. Но вместе остаются только те, у кого есть Бог между ними. Вот Бог между нами означает совесть. Бог – это совесть. И совесть не позволяет человеку бросать. Все, только совесть не позволяет. Поэтому защита единственная в семье. Нужно ставить алтар. Нужно материться. Нужно освещать пищу. Нужно изучать, как это делать. Каждую свою веру в ее. Нужно прыгать из одной веры в другую. Просто занимайте духовной практикой там, где вам нравится. И защищайте свою семью от так называемой «высокой любви» в кавычках. Да, «высокий» эти, как они говорят. Электрический. Вот сейчас высокая любовь, да, у него. У него вот эта высокая любовь уже еле его терпит. Она еле-еле живет уже с ним. Ей с ним очень тяжело. Он со мной живет. Уже все уже… Нет, он не уходил. Это было тайное. Ну вот, все, как бы, значит, все уже. До свидания. Это не принято стоит. После большой любви она предпочла другого. Он сейчас, но потом нашел в тишине совсем молодую девушку. Была разомала уже ее. Но меня, тем не менее, не бросает. Мы в открытом обедовании говорим и делаем вид нормальной семьи. Девушка не способна это вообще жить вместе. Вот он, допустим, вас просит. Она даже с ним жить не станет ни одного дня, потому что она на это не способна. Она не имеет никакого внутреннего ресурса служить мужчине и терпеть его. Она может только с ним наслаждаться жизнью. Еще раз повторяю вам, пока не поздно. Нужно включать разум. Вот есть. На все есть глубокие причины какие-то. На все вещи, которые в жизни происходят. Глубокая причина ваших неудач заключается в том, что вы не понимаете цель человеческой жизни. Цель человеческой жизни – это приближение к Богу. К сожалению, вы не приближаетесь к Богу в этой жизни. Вы, ну, хотите личного счастья. Вы постоянно об этом думаете, сыпаете, ждете, когда у вас будет это личное счастье. Вы так же, как он, если понимаете, если женщина все делает это тайно и у нее нет волевого ресурса, ну, что-то лучше, слава Богу. Потому что если женщина рушит семью еще хуже, потом вообще никого себе не найдет. Вот. То все равно вы постоянно думаете о чужих мужиках. Постоянно мечтая это, чтобы у вас был хороший человек в этом, вы уже полностью разочаровались. Просто с ним вы не можете разрывать отношения, потому что понимаете, верится и слушаете, что придется потом оставаться одной. Видите, все равно цель жизни – это мужчина, это не Бог. Но если вашей целью жизни станет Богом, то все наладится сразу же. Вот как только вы забить свой экзамен, сразу Бог, Боже, живет в сердце каждого человека, его сердце Бог сразу включится как совесть. Он начнет трезветь, понимать, что происходит. Но он же видит, что… Но он же может понять, что эта девушка, она никакая с точки зрения семейной жизни. А у вас не хватает силы с ним разобраться, вы терпите его, мучаетесь. Он нагреет отношения. Какую-то химию несет по поводу того, как править нашим трудом. То есть у него какие-то какие-то представления об этом. Он все это вызывает такое оспомненное неприятное, как будто все очень неприятное и активное. А чего? Нет Бога. Спасибо большое. Но это еще не все. Я еще очень долго дождала. Он так принял сын какой-то. Да, да, да. Я еще по поводу себя хотела спросить. У нас детей нет. И я так и не пойму уже, может быть поздно, какое у меня предназначение. Для чего я вот как-то в жизни уже больше так расположу. Ну а сколько вам лет? Песять. Ну да, уже можно на ли воспитание мелко взять? Нет, он не хочет. Это была такая идея когда-то. Можно ставить исходы ему в цель своей семьи, рождение детей. У него есть сын от первого парка. Стос уже мучает, но мы их есть. Ну а что вы получается? Вы предаток его жизни? Вы хотите детей? Нет, я никогда не хотела. А, ну тогда все, тогда не нужно. Если нет детей, то только Богу. Нет желания ребенка, то только Богу. Нет больше смысла для человеческой жизни. Для чистой святой любви к мужчине, вы уже поняли, что это значит. Я изначально сказала. Хорошо, тогда молитва, служение Богу. В этом смысле человеческой жизни. Работа какая-то тоже хорошо, но это не смысл жизни. Простите. И последний вопрос. У нас дети, его сын в Одессе. И мы им тут хотим жениться и обвести. Мы уже приобрели и хотим их перевезти сюда. У них там все прекрасно. У кого? Какие дети? У его сына. Он женился, у него маленький ребенок. У них в Одессе прекрасный бизнес, все хорошо. Я же ничего не понял, вы не с ним сейчас живете? С ним. А, его сын женился. Его сын в Одессе. И мы хотим как бы, чтобы и жили здесь. Приобрели им живем. Ничего плохого. Стоит ли мы переезжать из Одессы, когда нам все прекрасно? Я думаю, что не стоит. Если говорить о его деятельности, то у него здесь в Богу будет тяжело. У него там хорошо все складывается. Не нужно переезжать. Но здесь будет хуже. Это будет ошибка. Он должен назад опять проехать. Только зря проехали и деньги не проехали. Ну, а в отношениях у меня такая месть, может быть, отпустить его? А как вы его отпустите? Вы же его не держите. Вас держит Господь вместе. Ну, вот, допустим, вы бросите. А умность у меня игнорирует. У нас уже такая всякие отношения. Ну, потому что нет совести. Надо вначале молиться Богу. И эта молитва поменяет все. А? Я думала, что я могу. Освящать пищу. Ходить в храм, изучать духовную жизнь. Нужно развиваться духовным человеком. Спасибо большое. Вы одна. Нужны подружки духовные. Развивайтесь. Ваше развитие будет менять ситуацию. Вот вы начали развиваться, она уже меняется. В процентах на 10 он стал лучше. Вы это видите. У него уже потихоньку меняется настроение. Он вам под Богу начал относиться. Ну, процесс идет. Не видно пока вот, да? Видите. Видите. Но вот знаете, что в тот момент, когда вы победите свою судьбу, а вы задолжали Богу в этих вопросах, то никто не сможет вас мучить. Медленный человек на это изобилие не сможет вас наказывать. Никто не сможет вас предавать. Как только вы очистите свое существование настолько, насколько нужно, в этот момент или он должен немедленно измениться, и Бог вам будет толпить в этом плане. То есть, он будет разрушать его всякие подружки. Подружки ему будут делать неприятности. Ну, то есть, или он изменится, или Бог вам даст другому. Ну, то есть, вы одна не останетесь, только Богом. Не надо думать, что человек является камнем преткновения в вашей жизни. Камнем преткновения является только ваша судьба, собственно. Ну, все. Что даже deverить в ситуации? Это привыкла, это первая стадия победы на случай. Я привыклывал ситуацию, я принимал ситуацию у спокойного сердца. Первая стадия победы на случай – доброе отношение к человеку. Вторая стадия победы на случай. Третья стадия победы на случай – человек меняет свое отношение к в��면. Если он понял, что надо менять отношение, не хочет, значит, с ним все, что угодно может быть. Бог возьмёт просто и закончит это всё. То есть Он не имеет права, если Вас получить, Он не будет мучить. Я уже не мучаюсь. Мне уже вообще всё равно. Отлично. Надо, значит, продолжать с Ним жить и всё идёт по плану. Если Вы молитесь, если Вам Бог уже не безразличен, а с Ним уже спокойно, Вы как понимаете, что всё, значит, первая стадия есть и теперь доброе отношение к Нему. Куртилируйте, заботитесь о Нём, несмотря на то, что Он ведётся неправильно. Дистанцию держит, может, с предателями надо, есть какие-то отношения строят. И всё, и дальше Он начинает меняться. И дальше Он начинает меняться или Его вышернить из этих отношений. Вас ведёт, что Господь, если Он не хочет его держать, то Он за пять минут. Да это уже виноват, а мне лучше, чем надо. Да не надо думать, что виноват. Надо просто делать то, что надо делать. И тогда всё будет нормально. Я чувствую, что у Вас всё получится. У Вас очень хорошее и правильное настроение. Есть уже признаки того, что Вы много сделали для победы на землю. И у меня такое ощущение, что это человек будет меняться. Я чувствую, что это Он не просит Вас обняться или наоборот. Вы пока не чувствуете этого, но я чувствую. Я вижу уже признаки этого Вашей судьбы. Здравствуйте, Илья Геннадьевич. Ну, у меня вопрос, наверное, стандартный. Как и у каждой девушки. И про отношения. Я его записала, потому что я бы так долго формулировала. Вопрос касается отношений. Отношения, в принципе, складываются и строить в них достаточно легко. Однако спустя определенный период времени не заканчивается. Причём достаточно резко, знаете, вот раз и всё. Без какой-то особой сложной причины. И у меня уже на протяжении многих лет такое ощущение, что я, знаете, хожу как про спирали. И с каждыми последующими отношениями, ну, как бы ком больше, знаете, приходит мужчина сложнее, сложнее и сложнее. Вот. Они, в принципе, все, вот те, кто приходит ко мне в жизни, они обеспеченные, старшие, интересные. Но зачастую с таким тяжелым багажом за спиной это всё. А, хорошая, давайте вот с чего начнем. Что вы вообще понимаете под отношениями? Вот, допустим, вы познакомились с мужчиной. Ну, что дальше? Ну, построение семьи. У меня это было... Построение семьи означает поддержку на расстоянии. Пока он не закончен, вас взять замуж. Да? Да. Да. Это да или это нет? Потому что я вижу одно, а вы говорите другое. Ну, прям не совсем нет. Моя хорошая, поймите, у вас неправильное представление о том, как создаётся семья. Если женщина не ценит себя как Личность, она никогда не может создать семью. Потому что всё, что не ценится, всё присценивается. Если женщина ценит себя, она не позволит никакого лучения надругаться над своей чистотой. Мне не только будет замуж. Больше нет никаких путей. Если же она поддаётся под влияние мужской вот этой силы, это влияние, и начинает с ним сожительствовать, то шансов замуж выйти нет. Потому что вы её цените как женщина никогда не будет. Если человек сам себя не ценит, то шансов выйти замуж нет. И вот то, что вы мне говорите, у меня всегда отношения милья неправильно складываются. И сразу, когда вы мне сказали эту фразу, мне это уже понятно. Что всё это очень похоже не на то, что называется семьёй. Это современный такой, в скобках, подход к жизни, который ничего хорошего вообще чего-то безумит. И это всё превращается, в конце концов, в страдание и несчастье для женщины. Потому что женщина играет сохранительница совести. Она не должна позволять создавать такие отношения. Принцип такой, или одна, или ты берёшь меня замуж. Или я останусь одна, или замуж. Но унижаться не буду. Если женщина так настроена, то тогда дальше только один вариант замуж. Это первая часть ответа, о которой я вам хочу сказать. Вторая часть ответа такая. У человека есть как бы всегда выбор. Или он идёт путём здравого смысла, или он идёт путём мечты. Вы, здравый смысл, никогда не выбираете. Да. Вы выбираете только мечту. Вот допустим. Попадается вам в жизни человек, который, в принципе, нормальный. Но он вас не втыкает, будем так говорить по-русски. Вот. Он не такой крутой. Вот. И вы никогда не примете этого человека. Бог вам много раз давал возможность нормального человека успеха. Но вы его отвергали, потому что вы не идёте путём здравого смысла. Вы идёте путём мечты. Мечта – это и есть зона, в которой рушится судьба человека. Если человек ищет человека мечты, то он находит только одни проблемы. Вот. Поэтому это второй ответ на ваш вопрос. Почему так? Ну, то есть Бог вам давал нормальных людей, но вас это не устраивает. Вам нужно очень сильной, яркой любовью. Он означает тяжёлая судьба всегда. Поэтому вам ещё не поздно напомниться. И если вы будете правильно настроены, вам в жизни попадётся человек, ну, добрый, скромный, хороший, порядочный. Но не вот такой, как вам хочется. И будьте хорошей женой, будьте с ним жить. Спасибо. Пожалуйста. А вот пока, примерно, вот так вот. Спасибо. 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 И так далее. Спасибо. 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 У нас с мужем сейчас есть один ребёнок. Ему год. И мы сейчас ожидаем… Извиняюсь. Извиняюсь. А можете кто-нибудь из организаторов взять цветочки и вазочку поставить, чтобы они не вяли? Чтобы на свежем не было. Найти вазочку, но не заняться этим. Может быть ведёрко, какую-нибудь из двазочек. У нас мужу есть ребёнок. Да. Нашему ребёнку набрал один год и сейчас мы ожидаем второго ребёнка. Вопрос того, что в последнее время стало не хватать силы. То есть нет абсолютно энергии. С чем это связано? Как вот… Связано с тем, что ребёнок растёт, забирает неначу. А как вот быть в этой ситуации? Надо просто ходить часа по два, каждый день. Ходить просто по Харькову, по природе, в парк, где гулять. Спокойно гулять просто ходить. И всё это будет хватать силы. Я поняла. Хорошо. Вы рады ли вас? Кушать надо только то, что хочется. Не то, что говорят «полезно», там. А вот то, что хочется, то и кушать. Я поняла. Ещё, если можно, один вопрос по поводу… Мы сейчас хотим купить недвижимость, так как ждём ещё второго ребёнка, то есть необходимо… Покупать недвижимость надо со спокойным сердцем. Не тянет сильно. Ой, какая хорошая. Быстрее туда. Давай ещё добавим денег. Ипотеку возьмём. Нет. Есть определённые средства. Есть. Какая-то недвижимость, она надёжная, спокойная. И вызывает сильный восторг. Оно чувствует, что будет спокойно, хорошо жить. Вот это значит, что вам на судьбе хорошая пришла. Если рвёт мозги от чего-то, не хочется быстрей-быстрей, он купит кто-то другой, то это засада. Я у меня мама. Благодарю вас. Спасибо большое. Вот спокойное чувство также от человека тоже. Спокойное чувство от человека. Нет там, он не рвёт мозги, спокойно, значит, будет долгая, счастливая жизнь. Если рвёт мозги от человека неспокойное чувство, значит, засада. Это бездельно всегда так. И ничего не поменяется. Мои хорошие резиденты... Но мне не стоит ли вам задавать вопросы. Потому что я ни с кем царствоваться не буду. Честно вам говорю. Я буду вам говорить честную правду. Про вашу жизнь. Если вы готовы это слушать, то сдавайте, принимайте руки. Если вы хотите, чтобы я вам подпел, то начали. Нет смысла. Казательно, девушка, последний минут. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Ну, садитесь. Ну, я девятнадцать лет в браке. У меня двое деда. Двое из них маленькие. Семь и два годика. Не чувствую от мужа защиты, опоры. Обязательно ссядешь и просидел на мне. Вас слушают. Ну, как бы мне спасли брак, что я, наверное, издавать два раза. Не ушла от мужа. Вот смотрите, у вас два варианта. Первый вариант со дна. Второй вариант у такого человека. Ну, нет по судьбе вот топора такой сильный. Нет по судьбе просто. У вас была такая возможность в самом, ну, в молодости, где-то там шестнадцать, семнадцать лет. Но, как бы, не получилось у вас. Первый вам мужчина. Он ответственный, но вы с ним очень сильно попризничали. Или что-то там элипция как-то жесткая. Что-то произошло. Да ничего такого не было. Ты говоришь со своим первым мужчиной? Да. А, с первым. Ну, да. Какая-то у этого детей от него. Ну, вот-то нет. Он не вижу, по сути. Я вижу. И этот человек, он такой, ну, безответственный, да. Ну, что мне делать? Я не знаю. Дети за папу. Они папу уважали. Они ни во что не знают. Он добрый. Он добрый человек. Просто он не выполняет вот эту функцию, о которой я вчера говорил, что женщина чувствовала защиту. А женщине это очень важно. Если она не чувствует, то у нее как руки опускают. Она как будто живет в подвешенном состоянии. Ну, а вот с дочкой что мне? Она меня раздражает. Дети раздражают. Я на них хору вечно. Он спокойно говорит. У вас подружки есть? Есть. Вечером хожу пить пиво, чтобы успокоиться. Вот подружки нужен. Приворода. У мужа. Ну, времени нет. У меня нет бабушек, дедушек. Ни папы, ни мамы. Кому я могу оставить детей. Ну, вечером могу мужа оставить и пойти до пол-одиннадцатого посидеть где-то. Все. А, хорошее, вам надо вот это время посвящать, молитве? Просто поверьте мне, если вы будете Богу молиться, скажите, вам станет легче. Все, что вы говорите, так и есть. Вам очень тяжело жить. Вас тяжело с мужем, потому что он, в принципе, хороший человек, но он не поддержит вас. А на что вы теперь сейчас сидите? Вы работаете, что ли, еще? А? Нет. Муж якобы работает, на работу ходит, деньги не приносит, вкладывает. Ну, а что же это, если трое детей, пять человек в семье? Квартиру мы сдаем, детские получаем. Ну, живем только на это. Ну, то есть, у нас жизни хватает, в принципе, да? Можно сказать, да. Молиться. 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 Все. Вот это главное. Молиться. Реально. Но, правда, все это ищи. Ищи. И спасение Боги. И подружка, которая занимается духовной практикой. У Вас появится чистое, светлое кочувство в этом. Ну, нет у Вас такого прямо счастья в личной жизни. Ну, нет вот этого. И дети, и один добрый ребенок, и Бог приносит счастье. И все троих. Ну, вот так вот в Вашу жизнь устроено. Но вы можете счастья много получить в отношениях с Богом, с духовными людьми, там у вас очень много счастья, в деятельности много счастья. Но вот в вечной жизни там жёстко всё. Причина – прошлая жизнь. Вы в мужском керрии прошлой жизни и так на медокуре, и там такую жесть устроили всем, что у вас нет в этой жизни возможности. Очень счастливы. Но если вы будете молиться, то постепенно это всё будет уходить. Спасибо. Видите, самая главная верность в человеке. У вас все верные, то есть у вас никто никого не бросает, все хорошие в этом плане, но у мужчины нет опоры. И один ребёнок очень раздражительный старённый. С ним надо подальше пройти, он будет выматывать вас. Ну, как аккуратно с ним, не надо пытаться поближе, потому что там тоже через одного ребёнка действует тяжёлая сутка. Нужно поаккуратнее с ним общаться, вы не сможете это никак поменять. Чуть-чуть подальше выполнять свой долг просто. Ну, на медокуре, потому что жизнь ему приходится разгребать всё это. Ну, а если вы будете заниматься любовной практикой, вы будете чистым человеком. Вот как женщина говорит, сначала спокойствие появится уже, ну, как бы, что с ним жить, что не жить. Потом добрые отношения, несмотря на поведение. Уже легче, уже хорошо. А потом надо найти другой смысл жизни. Вот ради этого другого смысла и живёт человек вообще на этой земле. Надо понять, что смысл жизни – это Бог. Все люди оставят вас. Но когда уйдёте из жизни, вы их забыть и навсегда. Вы их не будете помнить. Другие люди будут рядом. Всё меняется у человека. С новой жизнью всё меняется. Но Бог уже никогда не будет отдаляться от вас. Он будет ближе. Он будет заботиться, давать знания. Он будет предостерегать от опасности. Вы тоже правильно путём жизни идёте. У вас тоже жизнь меняется. Вот вы жалуетесь мне, но вам уже легче стало жить, чем, допустим, три года назад. Потому что сейчас истерик нет, и сейчас спокойнее уже. Всё. И вы, и тоже, у вас всё в лучшую сторону меняется. Когда вы очистите своё восприятие мира, то вы увидите, что муж у вас не поможет человек в целом. Он добрый, он верный. Ну, как бы, его тоже духовно надо называть. Тоже надо вести его, Богу тоже себе такую цепь поставить. Ребёнок один у вас, он будет в жизни помогать. Душа себе. Об этом думайте. Думайте о хорошем и неплохом. Хорошо? А то, что ведь не получилось, то не положено, значит. И если вы бросаете этого человека, то ничего не меняется. Он вообще один останется. Он реально найти себе человека очень сложно. Просто необыкновенно сложно. Я не знаю, как это сделать. Не из-за того, чтобы остроить детей, а просто так судьба устроить. Поэтому Бог дал вот одного человека и всё. И отлично. Слава Богу. Большие вопросы? Жизнь есть жизнь, мои хорошие. Это не простая вещь. Спасибо.